Музыка Знаете, первое положение, которое бы я вынес, то, что нельзя победить врага, опираясь на ценности врага. Это очень важно сегодня произнести, когда мы находимся в острой фазе цивилизационного конфликта. И в этом отношении не только изменения институциональные, как то отказ от Баонской системы, но и возвращение к отечественным традициям педагогики, это сегодня имеет принципиальное значение. Я бы начал, я думал, с какого эпиграфа начать, но начну вот с такого. Школы, конечно, можно оставить, но за школу они должны платить, программы сделать такими, чтобы школьник знал как можно меньше. Скажите им, что школу надо очистить от коммунистической идеологии, приучить к практике. Кто произнес эти слова? Это слова Адольфа Гитлера. 42-й год. План Ост. И возникают очень такие странные ощущения, странные ощущения, коммерциализация, убрать воспитание и ценности, под этим видом поучить к практике, сделать так, чтобы школьник знал как можно меньше. Актуальность вызовов сегодня принципиально повышает остроту вопросов, но качество предоставляемых ответов, приходится констатировать, принципиально отстает от этой остроты. И если так все пойдет дальше, то молодежь, школьники, студенты будут получать ответы из альтернативных источников. И возможно, что такая переориентация, уже это происходит, она может иметь самые кризисные последствия. У нас представлялось дело так, что, ну, все понятно, куда идти, и формы ясны, и, в общем-то, тренд ясен, но в действительности в отношении педагогической теории, о какого человека мы, собственно, готовим, необходимо ответить на вопросы принципиальные, и эти ответы могут быть принципиально различные, даже дихотомичные. Какой человек? Это человек, максимально адаптированный к рынку труда, а, соответственно, учить компетенциям, либо человек, понимаемый как гармонически развитая личность, либо человек, интегрированный в глобальный мир, либо патриотически ориентированный человек, либо индивидуализация, либо социализация. Можно ли совместить вот эти подходы, находящиеся в дихотомии? Ну, есть большие сомнения на этот счет. Образование. Ну, необходимо вернуться к пониманию образования, что такое образование. Образование, по большому счету, человек строительства. Любая цивилизация, вот, функционирует все институции в цивилизации, но не функционирует система образования, все, цивилизация погибнет, потому что не будет транслироваться опыт. И наоборот, повоеждены и деформированы все институции, а работает система образования идентичная, и цивилизация имеет все основания для восстановления. В этой связи, если мы говорим о нашей системе образования, то должен быть российский антропологический тип положен в основу, российская цивилизационная традиция, российская модель педагогики. У нас долгое время внедаялись различные западные образовательные модели, как некий айинтир, делай так, как они. Вначале все увлекались американской школой, и, в общем-то, потом пришло разочарование, что американская школа не очень хорошая, вернее, совсем плохая. Вернее, там есть, впрочем, элитные образовательные учреждения школьные, но в которых, как выясняют исследователи, часто на основе нашей теории развивающего обучения ведется образовательный процесс. Потом все увлеклись финской системой, а я задавал коллегам вопрос, а знаете ли вы, какая страна имеет самый высокий суицид среди школьников? Так это Финляндия. Так, значит, не все в порядке в этой образовательной системе. Сегодня это Сингапур и Юго-Восточная Азия, но чтобы, в общем-то, перенести, она действительно показывает хорошие результаты, но ведь, чтобы перенести вот эту сингапурскую систему, это же значит, надо всю традицию конфуцианства взять, а там система группализма, перенести на нашу почву, что невозможно, да и нецелесообразно, поскольку у нас есть своя собственная традиция. Я сошлюсь, не буду долго останавливаться, сошлюсь на материал исследований, проведенного, которое доказывало, что в основе различных педагогических систем лежат религиозные традиции. Нельзя понять американскую педагогическую систему без кальвинизма. Нельзя понять систему сингапурскую без конфуцианства. Нельзя понять генезис российской педагогической системы без православия. И если мы посмотрим генезис православной педагогики, она по большому счету сохранялась и в советской педагогике. Это паритетность общественного идеала, идея преображения человека, коллективное или более точно соборное воспитание, паритет фундаментальной подготовки, развитие личности первичного отношения получения знаний. В свое время ЮНЕСКО выделило четырех столпов педагогики за всю мировую историю. Дьюи, Мэри Монтесои, Наш Макаенко, Георген Шерштейнер. Ну, я сюда добавил еще Рудольфа Штайнера, ввиду того, что он тоже свою модель особую представлял и был, как бы, важной фигурой. Анализ показывает, что каждая из этих фигур была сопряжена с определенной идеологией. И в этом отношении заимствование идеологических подходов, которые были сопряжены с линией Дьюи, с линией Мэри Монтесои, надо называть вещи своими именами, это не просто, как бы, поиск лучших педагогических технологий, это заимствование определенных идеологических посылов. Между тем, увлечение западной педагогикой, оно показывает сегодня, ну, достаточно обратиться к данным, они не объясняют все, но если уж ссылаться, вот международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, так там не Запад лидирует, уже давно лидирует Восток. Значит, а у нас, как бы, традиции педагогические туда смотрят, западные традиции. Почему так? По большому счету, спор, который начат не сегодня, а сегодня в связи с 200-летием Ушинского, об этом бы хорошо напомнить, о чем идет спор нашей педагогики и педагогики, которая развивалась и доминировала на Западе. Либо педагогика развития в соответствии с потребностями ребенка, что ребенок захочет, надо идти по этому пути, не надо ограничивать его личностные поиски, не надо деформировать личность. Либо педагогика развития в соответствии с представлением об идеальном, либо потребности ребенка, либо представление об идеальном. Два полюса. Возможно, они где-то совмещались, но принципиально важен был выбор вектора. Я напомню слова, сказанные бывающим нашим педагогом Лесговтом в отношении политики педагогики свободного развития. Сначала ребенок потребует конфету, потом конфету с ромом, затем ром с конфетой, а в конце концов один ром. Но ведь не так ли, собственно, и происходит сегодня, и особенно с современным поколением молодежи? Год Ушинского. И когда читаешь труды нашего выдающегося педагога, ну, обнаруживаешь, ну, точно не по Ушинскому. Сегодня функционирует по всей апелляции к Ушинскому, не по Ушинскому функционирует сегодня наша, как бы, педагогическая система. Напомню, а какая цель ставилась Ушинскому, об этом вообще как-то забыто. Но цель Ушинского была, надо в процессе обучения счастья человека. Счастье. Не компетенции, а счастье. Детское счастье, чтобы ребенок, чтобы человек в целом был счастлив. А как достигать счастья, тут Ушинский говорил. Цель образования – достижение душевного спокойствия. Вообще этой в постановке вопроса сегодня просто этого нет. Это не по Ушинскому. У Ушинского об этом. Может быть, по Макаенко, но тем более не по Макаенко. А я напомню, с чего начинал Макаенко свой педагогический путь. Он был молодым педагогом, и он сообразно с тем, как советовали, установил рейтинг учащихся. Сегодня любят рейтинги. Вот он установил рейтинг учащихся, таится чем-то человек в классе, а потом через неделю к нему приходит отец умершего ребенка. Он болел туберкулезом. Он оказался на последнем месте. И вот таким образом травмирующая выставленная оценка, она ускорила его смерть. Это был урок для Макаенко на всю жизнь. Не конкуренция и не рейтинги, а идея как бы общего дела. Совсем другой подход. Нужно напомнить об опыте реформ 20-х годов. Об этом сегодня часто забывают. Были тоже педагогические эксперименты. Какие? Изменение роли учителя. Учитель как мотиватор и навигатор. Отказ от классических учебников. Некие новые учебные материалы. Критика школы знаний. То, что сегодня называют практикоориентированный подход. Метод проектов. Метод комплексов. То, что сегодня называют метапредметные связи. Посмотришь, но ничего принципиально нового того, что было в 20-е годы, в качестве экспериментов, сегодня не привносится. Зачастую называется по-другому. Так вот, это все провалилось. В 30-е годы от этого отказались, а многие из применяемых методов были просто запрещены. С середины 30-х годов осуществился переход на неоклассическую систему образования. Надо напомнить, уже с этим проваливались. Впрочем, из советской школы также надо напомнить одну очень важную вещь, как бы каитика в советской педагогике, особенно в ранней, того, что существует на Западе, о том, что нет там единой школы. Есть народная школа, есть школа квалифицированной интеллигенции, и есть школа аистократии. Это разные школы, единые школы не существуют. Они различаются в оснащении, в методике, в воспитании. Это тоже сегодня вызов. А реалии современной дифференциации школьные, элитные и массовые. Единственное, то, что удается подчеркнуть информацию из того, что так называемые элитные школы, у них очень плохо все получается. Они заимствуют вот эти методики, как бы передовые, но очень все плохо получается в плане, как бы условно формирования и выпуска представителей, подготовку того, что тогда называли сто лет назад и более школа аистократии. Герман ГФ. Герман ГФ. Но, как бы так сказать, не по профилю своей деятельности, значит, увлекается системой образования. Позиция ГФ. Управление банком равно управлению государства, равно управлению школы. Это единый принцип, единый менеджерский подход. Ну, в отношении менеджерского подхода это отдельные слова. Наверное, хватит вообще менеджмента. Менеджмент – это максимизация прибыли, поминемизация издержек. Уж точно ни система образования, ни система здравоохранения не должны работать по менеджменту. А что такое менеджмент в условиях специальной военной операции? Так это вообще, как бы вообще большой вопрос. Ну, так вот. Логика, с которой Герман Оскарыч выходит, то, что цифровая экономика, российское образование архаично, а нужна цифровизация, или, как сказать, диджитализация школы. И в этой связи, ну, в общем, надо учить не знанием, а надо учить навыкам. Определенная логика, определенная логика в этих рассуждениях есть, учить навыкам, навыкам действительно надо учить. Но я напомню, подходы советской модели образования. Три компонента, классические, о которых мы всем знаем, обучающая, воспитывающая и развивающая. навыкам учить надо. Но в начале развития личности, а потом обучение навыкам, а не наоборот. Поскольку если без развития будет обучение навыкам, это дайсировка, это не воспитание человека, не развитие, а нечто другое. А реакция у нас в связи с апелляцией к тому, что происходит там. Напомню слова Билла Гейтса, уже сказанные достаточно давно, 2005 год, выступление перед американскими губернаторами. И если мы не хотим, чтобы Америка окончательно превратилась в страну идиотов, в страну тупиц, мы должны покончить со всеми тестированиями. С этими итоговыми тестированиями, с этими играми бесконечными должны вернуться к классической фундаментальной системе образования, потому что американцы перестали быть интеллектуалами. Как вызов в отношении натаскивания на тесты, об этом мы сегодня только лениво не говорим. На уровне родительского сообщества, на уровне экспертов, в отношении нас, а у нас как? Напомню, чем закончила советская педагогика теория развивающего обучения. Это Василий Васильевич Давыдов. Подход, концепт в рамках теории развивающего обучения это идея о содержательной абстракции. дается некая абстракция, некий смысл, и потом уже на эту смысловую матрицу нанизываются факты. Это принципиально другой подход. Идет от понимания, а не от запоминания. Я поделюсь тем, что сравнение методов при подготовке по истории. При обучении есть несколько методов. Есть тестовая методика, механическая память. Ну и знаете, итог какой? Даже приходят дети в УЗ, хорошо запомнили, сдали, показали высокий балл ЕГЭ. Два той месяца, все, чистый лист. Они не помнят ничего, потому что механическая память имеет краткосрочную активацию. Другие подходы. Методика содержательной абстракции это логическая память, причинно-следственные связи, это долговременная активация, как и долговременная активация это методика эмоционального усвоения, наглядно-образная память, исторические образы и так далее. Так, в общем-то, все это давно доказано, показано, сравнены, а результаты при подготовке той и этой, ну не пора ли, в общем-то, вернуться к наработкам нашей науки. Еще одна вещь, о которой надо сказать, это не только, там началось это раньше, но и там уже будет по этой логе, это американский философ Нил Постман. Речь идет о чем? Что движение в направлении того, что называется цифровизация в образовании, вызывает очень серьезные риски. И если перспектива возникновения искусственного интеллекта, который проводит операции за человека, работает с большими данными, ничего против этого не имею, чтобы с большими данными работал искусственный интеллект. Но зачем тогда человеку, обучающемуся, повторять мыслительный процесс того, что делает искусственный интеллект? Наверное, надо как раз сосредоточиться на другом, на смыслах, системном видении, понимании, чего машина, в общем-то, лишена. Вот слова Нила Постмана, я почему не с той точки зрения, что попелировать к западу и к западным мыслителям, просто это там раньше началось. Он говорит о следующем. Установка повышения производительности, приходят эксперты, технофилы, дальше диктат технологий, дальше коизис, как отсутствие ответа на фундаментальные человеческие вопросы. Его подход. Без трансцендентного нарратива нет смысла, без смысла нет цели, без цели школа становится местом заключения, а не обучения. Вернуть в школы большие смыслы, которые оказались оттуда выхлощены. Я беседу проводил в одной из школ уроки разговора о важном. Это отдельная тема, как они осуществляются, но движение в этом направлении, наверное, все-таки правильное. Но я задал вопрос, который оказался неожиданным для школьников. А в чем смысл жизни? Они так напряглись, а потом сказали, но главное, чтобы было весело. Главное, чтобы было весело. Но я задумался, а ведь у нас и методика педагогическая, она под этот принцип веселости. Ну, это называется креативные методы, значит, интерактивные методы. Если более весело будет проведен урок, тем, значит, соответственно, более высокий балл учитель, он хорошо владеет аудиторией. Но очень большой вопрос. Должна ли быть геометрия веселой? Или должны быть уроки истории веселыми? И все ли? Тем более, когда там о трагедиях говорится, о драматических страницах. Но за этим принципом веселости происходит отвыкание ребенка от мысли. Еще одно свидетельство я привел. Это наш выдающийся ученый, математик Арнольд. Он поработал и здесь, он поработал и там. И вот свидетельство об американской системе. А это свидетельство нужно, почему? Потому что мы находимся тоже перед этими вызовами в большей или меньшей степени. Американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем. Он меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпочитать и Моцарта, или Ван Гога, Шекспира, или Тиаимы. Вот, собственно, и объяснение того, что происходит в образовании в глобальном смысле. Сейчас я скажу очень, так сказать, нетолерантную вещь. Хотя, в общем-то, наверное, с концептом толерантности тоже пора завязывать. Ну, так вот, нетолерантную вещь. Обычно о молодежи говорят так. Надо защитить молодежь от угроз. Это правильно. Но вот диагноз того, что представляют сегодня современные положения, современное состояние молодежи, условно, генерация Z, сейчас говорят, генерация Альфа приходит. Итак, непонятие больших смыслов, неспособность к внутренней мобилизации, установка на самовыражение, доведенной до патологии, непонятие традиции и опыта прежних поколений, как архаики, атрофированность чувства ответственности, воспонятие российского как, в кавычках, отстойного, мышление в парадигме мира без границ, космополитизм. Конечно, молодежь не вся разная, не такая, но тенденции в эту сторону есть. Мы однажды проводили мероприятия, ну, такое, советская эпоха, как бы, советское образование, попросили хороших студентов встать по стойке смирно, простоять в качестве почетного караула. Они это не смогли сделать вообще. Вообще. То есть, что касается силы воли, это атрофировано просто начисто. Я хочу сказать о том, что, ну, совсем уж некорректно скажу, но ведь они займут управленческие должности. Пойдут. Они ведь страну могут уничтожить. Что делать в этой связи? Что делать? Либо два подхода, которые сталкиваются друг с другом. Либо адаптировать обучение, собственно, в этой парадигме идет сейчас, по сей день, адаптировать обучение к запросам и ценностям молодежи, игровой формат, молодежные формы коммуникации, ну, подстроиться под молодежь. Правильно ли это? И я сомневаюсь, потому что такая подстройка, она может деформировать, не только не исправит молодежь, она может деформировать и всю систему. Либо, второй подход, он более сложный, но, наверное, на этом, если мы говорим о России как государственной цивилизации, о восстановлении ее цивилизационных потенциалов, надо идти по этому пути. Пообразовать молодежь, ведь что такое в отечественной традиции педагогика обучения? Это выход из состояния комфорта. Не приспособиться под молодежь, главное, чтобы было весело, а вывести из состояния комфорта. Тогда идет развитие. А это, ох, как непросто. И на эту задачу не только школа, не только культура, на эту все институции должны работать на эту задачу, поскольку эта задача паритетна. И последнее. И последнее. Понятно, что сегодня ставится вопрос о том, что должны появиться мировоззренческие предметы, вообще формирование мировоззрения, о которых забыли на каком-то этапе или не хотели выводить. Но говоря о воспитании и о формировании мировоззрения, понятно, надо отдать ответы на несколько вопросов. Эти вопросы ключевые. Я эти вопросы перечислю. Первый вопрос. А что такое добро и зло? Когда ставишь этот вопрос некоторое время назад в очень уважаемом вузе, я поставил этот вопрос. А не стоит ли студентам, политологам ввести вопрос такой. Что есть добро и зло? Да вы что? Сказки, что ли, хотите изучать? Ну, в том числе и сказки, может быть. Но вопрос о добре и злее, и тем более уж для студентов, политологов, он принципиальный. Потому что с добра и зла начинается любая система. Второй вопрос. А кто такой или что такое человек? А что такое человек? У нас навязывая смысл человек, это есть индивидуум. А что такое индивидуум? Индивидуум буквально атом. Отсюда индивидуализация. Так ли у нас понимается человек? Разве это наше понимание традиционное человека? Третий вопрос. Кто такие мы? Что лежит в основе нашей идентичности? Почему мы разные, но мы единые? Наша идентичность в чем? Вопрос номер четыре. Кто наш враг? А ведь есть враги, есть недружественные государства, есть фактически цивилизационный конфликт, значит враги-то есть, а в чем сущность его позиции, в чем сущность враждебности его по отношению к нам? Вопрос номер пять. Откуда мы и куда идем? Летописец сформулировал, откуда есть пошла земля русская. В чем наша история, наш путь? Отсюда вопрос шесть. В чем наш идеал? Какова наша сверхзадача? А мы вообще что строим? Какого человека строим? Куда движемся? Ну и вопрос номер семь, принципиально важен. Почему победа будет за нами? Почему победа будет за нами? Потому что должен быть и учащийся, и не только молодежь, а все должны исходить из этого представления, что мы победим в итоге. Мотивированы должны быть. Если этого чувства не будет, то все, и победы не видать. И отвечая на этот вопрос, почему победа будет за нами, ну не лишний вспомнить и слова 41-го года, и ответ, потому что наше дело правое. На этом я хочу быть. Спасибо.